Здравствуйте, здравствуйте! КХТВ приглашает вас в Шанхай, День Петербурга. В Кунь-Лу сразится Соска и Санкт-Петербург. Наваливаться и ошарашить соперника, но действительно не всегда это получается. Скорее, чаще не получается у Кунь-Лу. Третья звена осваивается в зоне и производит бросок. Середина стартового периода и возникла стычка. Ничего себе! Обмен ударами. И судьи вмешиваются в конфликт. Курьезный момент. Ланда опрокинул одного игрока, а вот второго уже не получилось. Да, всегда есть игроки, которые много времени на льду проводят. Вот Лайонин один из их числа. И поэтому неудивительно, что они такие показатели. Но вот сейчас вот, вот, наконец был момент, когда реально можно было угрожать воротом с хорошей позиции. Это делал Вольск. Сложно. Минута второго периода позади. Пока не создается такое ощущение, что у Кунь-Лу так сложности. После первого перерыва, более того, выход один на один. И счет в матче открыт. Очень хорошая получилась реализация момента. Смотрите, вертикальная передача. Между двух защитников и Мистон масштабными силами атаковали хозяева, как предыдущие. Сменивши, которые пошли вперед, а не четверо. И вот потеря перед воротами бросок Прохоркина. Сейчас такое впечатление, что не разобрались там из Кунь-Луни и выпустили Прохоркина. А вот сейчас моментик. И вторая шайба залетает в ворота. Ну да, вроде бы так должен был все видеть. И прямой бросок. Венчер перестает быть томным. Помните, говорилось о том, что в этом сезоне Кунь-Лун перебирается уже в пике. Но менялись сроки. Так вот, недавно я прочитал о том, что команда должна вернуться в конце регулярного сезона. СК атакует и отыгрывает одну шайбу. Как же он роскошно попал в девятку. Молодец. Одним словом. Трехсотый очков в регулярных сезонах. Вторая атака у СК, вторая оборона. Для второй обороны уже многовато пропустили подопечные. Ильи Воробьева для второй атаки мало забили. Но вторая шайба побывала в воротах, как только я заговорю про цифру 2. Давайте посмотрим. Ну вот отбил. Ну дальше что-то выключилось. Вот он стоит. Ну, очень долго. Очень долго выключился. Датсук упал. Он сначала бросил, потом упал. По два силовых приема попал Датсук. Но, тем не менее, усилия его и его товарищи увенчались заброшенной шайбой. Ничего не скажешь. Бросок хороший. Из этой точки сегодня броски хорошо идут. Ярвинин бросил примерно с той же самой позиции. Не получится, что втроем останется Кунгл-Вестан. Что-то Кафизулин сейчас сделал, непонятно. Уже бросать надо, а он на обратку спускает концевую. Бросок все-таки состоялся. Проходкин третью результативную передачу делает в матче. Полминуты до завершения матча. Рискну предположить. Хотя риск, надо сказать, что невелик. Вопрос, будет ли пятая шайба ворота в Кунгл-Летт-Старт. Да, она туда залетает. И Кетов как здорово убрал соперников. Импас матер в руках. Хотя у них там сейчас все получается. Каждый соперник этот танк. Да, вот, пожалуйста. И несмотря на то, что я уже подвел итог матча, третья шайба влетает в ворота Хельберга. Бартулес. Восемь заброшенных шайб за матч. За 40 минут в первом периоде 0-0 было. Интрига была, если не до последних секунд, то весьма и весьма продолжительное время.